Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня посмотрим, что происходит по рынкам. Мы видим достаточно глубокую коррекцию за неделю практически по всем монетам, за исключением авакса, сэндбокса, статком и некоторых других. Но в целом минус 15 минус 20 процентов коррекции, с исключением децентралэнд маны. В общем какие-то единичные стреляют, сэндбокс, а в целом конечно дамп серьезный. Но опять же, давайте посмотрим на эфирчик на часовике, что мы можем видеть, что вытряхивают здесь капитально, сбивают плечи. Все вот это движение коррекционное, которое мы видим, не что иное, как сбивают плечи маржинальным трейдерам. И многие сейчас уже говорят, ну все, это конец, вершина уже была, двойная вершина, да, медвежий рынок. Но если вы отдалитесь хотя бы на четырехчасовик, то увидите, что это никакая была не двойная вершина, это уж как минимум тогда была тройная вершина, а скорее всего это паттерн поджатия, восходящий треугольник. Посмотрите на недельный таймфрейм, что мы здесь видим? Так это очень бычью картину на самом деле, если вы так пораскинете мозгами, то вы видите параболическое закругление, и мы сейчас в стадии, можно сказать, финального экспоненциального рывка уже, потому что смотрите дальше, если мы будем удерживать эту параболическую структуру, то уже останется, ну может быть еще одна какая-то коррекция, и потом уже просто отвесная палка, чтобы ее догнать, понимаете? Так всегда и бывает с мегапампами, как мы сейчас смотрим по сэндбоксу, как мы видели по другим монетам. Вот что происходит. Поэтому мы сейчас в очень интересном положении, причем как по эфиру, так и по всему рынку в целом, по тоталу, если вы посмотрите. Мы сейчас находимся в нереальнейшем параболическом закруглении, и это нифига не двойная вершина. Это на самом деле уже идет пробитие наверх, то есть мы сейчас прямо с вами внутри. Находясь в этой небольшой локальной коррекции, уже на самом деле пробиваем предыдущий хай. Поэтому чисто технически эта формация очень бычая, как на тотале, так и на тотал-2, так и на биткоине, за исключением некоторых дешевых альткоинов, что тоже очень интересно, потому что всякие там даши, лайткоины, биткеши и прочие еще не пропампленные монеты, у них на самом деле очень интересное накопление, потому что, как мы с вами разбирали у нас на канале, у нас было долгое накопление, потом перелом смены тренда, когда у нас стали повышаться минимумы. И вы можете видеть, что в этих монетах мы находимся только в начале еще вот этого параболического закругления потенциального, которое может нас увести очень-очень высоко. Это сейчас касается не только дэш, ребята, дэш это просто мой фаворит, а так таких монет куча. И, конечно, некоторые из них соскамятся, так и не полетят наверх, но многие из них, поверьте мне, дадут хорошие иксы. Поэтому, возвращаясь к битку, а точнее даже не к битку, а к эфиру. По битку что мы здесь можем сказать? Просто, что опять же повышающаяся вершина, это в очень редких случаях является двойной вершиной. Вы можете рассмотреть также, конечно, что это повышающийся восходящий клин, который тоже может внутри этого канала быть. Чисто технически это паттерн медвежий, но на крипторынке мы с вами знаем, особенно на крипторынке, особенно на бычьем крипторынке, когда мы видим экспоненциальные вот такие параболические закругления, может и не произойти всего этого, того, что я нарисовал, а просто мы улетаем одной палкой вверх. Потому что, смотрите, давайте все-таки на эфире. Мне вот в этом видео понятнее будет на эфире вам показать. Если вы отдалитесь и посмотрите исторически, то у нас уже было такое же закругление. Но чтобы это было видно, сейчас оно выглядит как просто прямая линия вот здесь. Только в линейном масштабе эта кривая должна выглядеть примерно как-то вот так вот. Вот. Но чтобы было понятнее, на самом деле смотрим на это все в логарифме и видим, что вот она ситуация-то. Тут в первом забеге, конечно, чуть по-другому надо ставить кривую. Вот. И видим, что вот она ситуация. Смотрите, первый пузырь, консолидация, второй пузырь. То есть мы сейчас, на самом деле, либо здесь вообще, в сравнении с этим закруглением, либо уже вот здесь. Но, тем не менее, мы еще не видели последнего рывка. Понимаете? Вот такого рывка. Вот такого вот рывка финального перед уже началом действительно спада. То есть, что я имею в виду? Что вот у нас сейчас все здесь зашортят, зафиксируют прибыль, и дальше мы увидим какую-то вот такую вот зеленую палку и потом уже красную палку. Но, опять же, трендовую эту мы удерживаем. Вот, ребята, и сегодня на примере эфира мы все это рассматриваем. То есть, что происходит в такие моменты обычно, как вот здесь, как вот здесь, вы понимаете, все перестают верить, все, у кого хорошая прибыль, уже выпрыгивают из ракеты, у кого нету, там начинают шортить, и мы на этих шортах летим наверх. То есть, в принципе, на недельках мы с вами можем видеть, что у нас MoneyFlow показывал красный вообще только один раз, вот тут. Это был реально глубокий медвежий рынок, но, конечно, он показывал это уже в момент, скажем так, второй стадии этого медвежьего рынка, уже в момент завершения. Но, опять же, получается, что глобально красный MoneyFlow – это был не что иное, как глобальный сигнал на покупку. То есть, мы дождались, пока мы вышли из красного MoneyFlow, и это был отличный сигнал на покупку. Сейчас мы зеленые. И вы можете сказать, что у нас дивера, вы можете сказать, что у нас здесь дивергенции, красные точки вниз. И это, конечно, предвестник медвежьего сценария. Да, но, ребята, такие дивергенции – это не означает, что прямо сейчас мы пойдем вниз. Это означает, что глобально сильное движение вниз, вот такое же медвежье движение, будет, грубо говоря, в течение следующего года или двух, как вы можете видеть здесь. Потому что, смотрите, эти дивера, они были у нас и вот здесь, по эфиру. Эти дивера были здесь, после чего мы увидели еще огромный рост. Огромный, преогромный рост, я вам хочу сказать, ребята, на 20 тысяч процентов, как бы, на вскидку. И если вы посмотрите на тотале эти дивера, то здесь еще виднее. Вот, у нас сейчас вот такие вот дивергенции, вот здесь, подобные тому, что мы видели вот здесь. И посмотрите, здесь дивера были, мы улетели выше. Здесь был маленький дивер, мы улетели еще выше. И только когда у нас не было дивера, а было уже все – зеленое, манифлоу на пике и красная точка, вот тогда мы увидели коррекцию. Поэтому здесь можно предположить, что нас еще ждет такая же импульсная волна, и только отсюда уже потом мы уйдем в коррекцию. Как вариант. И что хочется еще сказать. Давайте взглянем на Beam Bands. Посмотрите. Видите, многие подумают, что Beam Bands – это как-то слишком нереалистично. Посмотрите, какой размах он нам рисует наверх, аж до 10 тысяч по эфиру. И по всему рынку там, если посмотреть, у него там и подашу там до 20 тысяч. Но на самом деле, если вы включите в логарифме, то он абсолютно адекватно выглядит. Вот, посмотрите. Канал хода цены абсолютно адекватный, абсолютно нормальный, потому что мы доходили до его пиков, это там, где нужно было продавать. И мы были на его дне, там, где нужно было покупать. Но также мы на дне медвежьего рынка опускались ниже этого канала среднестатистических цен. И, соответственно, вы можете предположить, что сейчас у нас будет и вершина тоже ниже. Но почему бы и не предположить, что мы выйдем даже наверх из этого канала? Раз мы статистически выходили из него ниже, почему бы нам не выйти в перегретую зону, как вариант? Тоже, когда никто не верит, это может произойти. А канал за это время подтянется, и мы потом в него вернемся, и пойдем уже в медвежий рынок полноценный. Тоже такое может быть, согласны? Но я вам рекомендую еще раз взглянуть на эфир до 2021 года по этим метрикам. Посмотрите-ка, ничего вам не напоминает? Я еще раз вам повторяю, ребята, что по всяким монетам, типа Dash, BitCash, там тех же Anthology, я не знаю, я не говорю, что они стрельнут все, но я говорю вам, что они сейчас выглядят очень даже похоже на то, как выглядел эфир год назад. Они сейчас выглядят вот так, потому что у нас был предыдущий пик, который не был еще переписан, и мы сейчас только-только начинаем выходить из этого накопления. Понимаете, ребят? Поэтому вот почему я аккумулирую эти монеты, которые находятся на дне. И в краткосроке, да, мы можем терять и по 20, и по 30% на коррекциях, но это нормально. Если вы не помните, то у эфира последняя коррекция была на 60 с чем-то процентов. И на предыдущем был ранее тоже вот здесь вот. Это плохо видно уже, но у эфира была коррекция на 70% перед продолжением роста вот здесь. Поэтому нас с вами этим не напугаешь, я надеюсь. Вот, а по Dash еще раз вам говорю, посмотрите, вот он, тот самый график, который мы только что видели, только на год зависший в накоплении. Так что это еще раз вам говорю, это хорошо, когда вам дают покупать, это хорошо, когда актив дешевый, все говорят, что это скам, потому что там и надо покупать. Я вам хочу сказать про эфир, то же самое говорили вот здесь внизу, что он не перепишет даже своих вот этих хаев, даже до них не дойдет, говорили, вот досюда не дойдет. Поэтому не слушайте того, что вам говорят. Хватит слушать мнение толпы, потому что здесь все происходит против толпы. Слушайте только себя. Даже то, что я вам говорю, то, что говорят другие блогеры, все делите пополам, а лучше квадратный корень из этого вычитайте и делайте свои выводы. Ну и будьте готовы ко всему, ребят, потому что если мы помпанем, хорошо, у нас есть крипта, если мы домпанем, прекрасно, у нас есть чем докупиться. Кто плечами, кто тезером, вот. А если вы понимаете, что вы не готовы к одному из этих двух вариантов, то обязательно, обязательно обезопасьте себя и подготовьте. Потому что трейдер не должен ждать от рынка чего-то одного и пытаться подстроить его под свои ожидания. Трейдер должен подстраиваться под рынок, потому что рынку пофигу на ваши ожидания. Вот, поэтому все, ребят, просадка может быть еще одна в целом, можем кольнуть ниже, на этот случай у нас расставлены ведра, но дальше по-любому этот УЗМУН, по всем индикаторам, опять же, мы еще не видели пика бычьего цикла. Вот такие новости, а на Байбите новое состязание Go Bananas с хорошим призовым фондом, буквально пару часов до конца регистрации, точнее, до начала состязания. Вот, поэтому переходите по ссылке нашей на Байбит, там заходите, ну, на основную страницу, увидите этих обезьянок, NFT, вступайте в состязание. Просто торгуете на споте и на USDT марже и получаете призы, если хорошо торгуете. Вот, ну, такие вот новости. А у меня на этом все на сегодня, с вами был Гориня, это канал Крипто Комас, спасибо, что смотрите, подписывайтесь, лайкайте. Торгуйте аккуратно, вы увидите, как альты себя еще покажут сейчас, потому что альты себя еще очень хорошо должны показать, потому что доминация биткоина падает вниз, и мы видим по отдельно взятым альтам, что они уже разминаются и готовятся к полету. Поэтому, ребята, дисклеймер, не финансовый совет, всем хорошего настроения, хорошего дня, всем профитролей, и увидимся скоро.